всем привет играем от раннер с новичком игра проходит ночью без стрима просто так размяться так сказать что что мы здесь видим у нас как обычно ни одного нейтрала поблизости мы находимся в верхней части карты нам надо двигаться вниз по всей видимости есть отряды которые можно напасть забрать можно наверное с великана начать попробовать так 150 подправляю оппоненту городе отряд такой приятный заливной ну вот в руинах может быть не пойми что надо наверно как сделать в руине залететь здесь бой гарантированно проще будет банки в руке есть на нем не подарочная птица руха может проверим тогда у нас еще внизу наверное бой есть да у нас не хватает обзора чтобы понять что там да как ну вот выход наш боев очень мало мы можем наблюдать тут руины то такие вообще неприятные мы видим можем гоблина закрыть здесь крестьянина сразу в минус чтоб не мешался туда если что потом воскрешать гнома так далее поехали ждем ожидания скайфа нам тут бьет кто хочет еще один выстрел на себя забираем или удар орка очень отлично промазал тут все изи не зря птицу рух прокидывал тут плюс обзор блин а это вы вообще в вора закинуть или же зловика который вперед пойдет не себе оставлять здесь нам самом деле так то не нужен гном после боя заберем наверное еще раз назад столицу вернемся просто оставить посвященные опыты все здесь достаточно будет шаг сделать наверное из нижней клетки стоять кто тут без разницы 45 уже пролилась ну это пополам просто можно было в принципе вы сэкономить здесь на жезловике я военачальник его можно резнуть наверно не буду такой экономия уже заниматься здесь можно гильзию поставить сразу дам не здание сейчас для великана не надо банку на обзор не взял давайте бен по деньгам на все хватило хотя вот здесь знаете хотелось бы вот эти руины еще наверно забрать потратить один день станут поближе просто что понят подтвердил будет играть тоже эту раздачу навык наверное надо или природное исцеление брать или другие навыки на стойкость можно было взять мне здесь не хватает кстати на два боя что будет минус все очки передвижения мне нету здания денег на здание для великана мы наверно просто не торопимся разведываем руины может уже на них не придется нападать гномик отлично танкует этого обамината наверно соло великана забрать все смотрим что в руинах ну более-менее вроде да надо возвращать гнома эту трудников спереди не вижу вообще на же зловиком вперед не побегу надо поставку гномов организовывать из этого лишние эликсиры тратить сейчас не хочу можно например остаться в столице похилить его через храм сэкономить 15 монет но такое себе просто свежий перу бегу поближе вперед ну кому-то надо бежать на город сразу же начало третьего дня пытаем на руины забываем поставить домик падаем точно так же наверное не меняем расстановку там мы кстати увидели еще через горы что можно будет напасть не то что можно будет напасть там стоит собственно белый дракон на одном из го наверное возле города 2 уровня уже можно подумать что мы хотим качать в таком случае хотелось бы слить этого гнома но он опыт тут съел уже к сожалению за тамплиера целом без разницы герою накидывают где-то 30 опыта у него уже есть вот этих всех великан может соло добить просто и все хороший предмет как будто не зря в руины заходил так надо будет восстанавливать героя лечить чтобы было хп больше чему гнома наверное вы все равно на фул подниму тут агенты все-таки закроем жгу на станем сюда надо будет но мы скорее всего резать в конце хода еще или мы можем избежать какие-то удар на себя съел а теперь теперь как будто надо вот это все герою забрать на регенерации целом-то похилится 146 остается 122 опыта ему тут ну и гном еще выжил да вот это личный бой с траппером тут вопрос возможно на даже зловиком даже драться будет хотя какая вот тут заберу там два стрелка как-то на банках или слить вороза дуэлити вот это чтобы же зловик забрала я потом на город шел что у меня будет 25 минус 8 17 минус 13 4 мова останется я не добегу никак куда это на следующий ход наверно ставить чтобы сэкономить эликсир валену тут не пробежишь к сожалению да давай так так я здесь подумал что у нас еще может появиться неплохое подспорье для наместников вот она вообще можно провести два боя вот таким образом не выдумывать ничего с тем самым с жезловиком просто залетать как есть можно сразу оставить здание для хижины так здесь наверно достаточно травы будет о банка на точность есть давай ее может закинул что-то все-таки сопротивление к земле еще была бы банка на броню вот ее нету засчитать земли и тоже нету в героя например закинуть так велик меня замедлил мы его должны сбрить под точностью лично герой тут апнуться должен и увеличился шикарно здесь можно израсходовать эликсир с другой стороны герой может повпитывать тоже потом просто зарегенится вот этот бой уже резнуть чтобы он просто остановился разведываем тут жезл можно воткнуть на золото думаю от города довольно долго преобразоваться земля вор дальше руины пойдет смотреть здесь два боя вырисовывается да таймер экономится по и довольно простые наберем себе травниц будем продвигаться постепенно пятый ход беру инструктора почему бы спрашивается и нет здесь надо захилить так чтобы он блок стал да и три атаки на себя взял в идеале промах здесь нам лучше бы я замедлил попробовал тратера получил бы дара лишнего ну уже как сыгран еще один рунный камень вот это набор как будто сам себе на генерировал на то чтобы играть с королевским стражем передаю же звуку гнома еще магаз не побегу нам не надо здесь бой есть ли вот здесь 180 180 сюда бы добежать но не добегаю буду сюда идти ставим блокируем получается жгуна равнице до повышения на до 75 там куда-то пополам распределить со жгуном видимо с по разным ударим надо гнома сливать 130 но вообще надо героем было бы тоже сбегать великан вместе с травницей тупо этого ты ел урон который мы тут на получаем это на регенерируем четко смотрим есть ли смысл в руины залазить можно 213 опыта у нас 27 улов отвожу гнома тут вонар нарезку ама на жизни есть блин забежать бы за ней вы какие тут маги сладкие стоят вообще без защиты кое-либо но у нас как будто по деньгам не встает там сколько опыта великана тем еще далеко довольно можем ставить алхимика подсчитал очки передвижения и здесь и получается что выгоднее все-таки проигнорировать руины и пытаться съесть около тысячи опыта за сегодня нам не стоит жалеть бафы напасть на костяного лорда и на архиевича сегодня как нельзя лучше встанет башня магии и наверное возьмем ледяной щит надеемся что костяный лорд нас не будет парализовывать без пощады хорна бы убить сразу там пофиг на этого крестьянина думаю да так кто-то расставится непонятно хорна не хотелось бы впитывать вообще купить сразу костяного лорда тогда со всей мочи через вейд героя брони многовато довольно на банку еще может большую возьму а еще из замедления вылетела что же сказка то такая под под названием рандом плюс 192 приятно у нас есть защита от огня нету защиты от смерти подачу от архиевича лоим так точно ну я бы вора здесь наверное использовал чтобы этого господина на демонологи поддушить все таки у нас на нового вора денег не будет да можно ему защиту от огня дать чтобы он отступил тогда не знаю здесь тогда в инициативу выиграю скорее всего но не хочу терять юнита нам еще будет по 90 от леча прилетать она то будут блоки стоять герой должен добывать демонолога даже не 90 100 что блэс рэнджи на замедление шикарно но герою 17 опыта осталось все живы целы здоровы но мы не видим город надо пытаться старейшиной чуть подальше пробежать теперь видим бандит дитя резни хорошо что вор выжил да надо гномов резать но тут еще пробиваться и пробиваться и желательно даже этого гнома наверное который более каленый и тогда поставить на снег сейчас поставим жезл чуть больше под регенем на своей земле и ворона снег тоже вот пойдет скорее всего в этот ход у нас великан упирается в плюсом ничего с этим не можем поделать сразу бафаем один щит у нас два боя он не себе очевидных прикрывать некого тут банки в руке скорее всего воскрешать надо будет девочку заклады играем через блок замедление не вылетела здесь отдаем урон гном умер плодем на лопатки стингера замедление есть воскрешаем герой должен добить герой еще четвертый взял пойдет это в принципе хорошо что не опнулся алхимик потому что здесь мы против трапера станем блок сразу же следующий гном на очередь в дух фенрира его сразу убьет практически сразу лечимся и нам надо каким-то чудом же зловиком дойти до магазина через птицу рук наверно продаваться о хороший сундук банки не пьем никакие наверно здесь почти даже гномы убили этот момент я не предусматривал но целом норм а сейчас он выиграл виню минусовую хорошо что замедление вылетела хорошо попасть бы хорош да уперся в плюсик но без вариантов без вариантов для нас если есть сферы которые наносят урон воздухом их будет желательно оставлять наверное одну сферу на урон если что для вора оставить тоже свитки остаются пробегаю сюда даже без вызова птицу рух вот здесь неприятно что мана рун довольно далеко стоит и заблокирована даже больше хотим ли мы тратить ману нахождение по лесу но она пригодится потом здесь вот некуда поставить а рудник надо вор не ходил может с деваленком подуэлиться кстати деваленок то бьет магии разума да и тут оставить так чем докачивать великана защита от горения но там у него двойная атака не поможет или оставить вора сюда но пока непонятно пока непонятно гномы воскрешаю да да нет нет воскрешаю ставлю здание ну судя по всему оппонент даже не забрал первый город поэтому здесь остается только не проиграть самому себе здесь у меня довольно щепетильная ситуация которая неплохо бы решалась бы наличием великана но меня его нету я занят попробуем посчитать очки передвижения но видите здесь 19 тратится хождение по лесу задавать если что надо сразу бы на город например ворваться даже со сливом алхимика то есть сколько у нас будет восемь десять двенадцать тринадцать пятнадцать один мув только остается да я потом ни на кого не нападаю на так но все-таки что-то с деваленком здесь пытаться выдумать если он в алхимика превратится это конечно дичь будет у нас нету блин банок защиты от магии разума только от ожога а ну кстати же будет наверно великана бить или нет заливаем вора наверное тогда как-то все-таки ожог спадет не спадет вообще непонятно это банка нам тоже не помогает никак давай пробовать а нет кстати вроде город забрал свой ножок не спадает я в следующий раунд умираю да но он реально не спадает да длительный довольно глупые слитые два эликсира и вор да пробуем так с ноги как-то залетать вот выложить бы вообще алхимика тогда чтоб он просто не превращался в него я слышал это будет дичь гнома по центру если что герой будет у нас в блоке стоять минута то есть две минуты остается сразу же паралл вылетает рофл так герой тут не апается замигло отлично там 300 опыта в молоко ушло блин прикрытие навсегда держи у нас два боя опять гнома поднимать тема в городе типа остаемся нам можно нас впитывать урон химик выживет выживет замигло зашло ну тут 30 в 30 будет казино но я выиграл реликвия водружения жезла вора надо купить уже злобаку наверно за гномом сходить все равно никуда сегодня не успевает смотреть что еще на продажу да вот хз 10 брони иммунитет к окаменению вряд ли сыграет но все же здание никакой сегодня не ставлю получается не хватает хватит на следующий день до вора не строю тоже гнома ресур что мы находимся на перепутье бежать или вниз или влево мне надо где-то докачивать уже еще одну травницу и будто вот этот бой просится поэтому скорее всего и гномы даже зря вас пришел а у нас денег на вора не будет да надо через птицу рук тогда разведывать мы тут еще манурун откроем для себя ты гномик отдыхаешь получается там советник витара но его не боимся погнали с под ядом на получает демаджа конечно дружище на повелителе борь все еще как будто пить смысла нету никакого еще раз по вещам получу да не вызвать птицу рук чтобы потом не смог разведать руины иду за охотница два жгуна здесь много ауе урона будет в целом можно выложить он будет стрелять в алхимика еще два жгуна одного закрыть кольцо есть но его потом наверное продавать надо хотя вора бы купить сегодня но я вора после руин куплю еще а надо руины сначала захватить да ну защита от окаменения тут то бишь иммунитет может потом пригодится по факту то какой-нибудь высоколевельной зоне где черные рыцари будут к примеру ба или скелеты воители те же ой тут бы героя апнуть да возможно надо этого в соло лить на верочку дадим девочкам сбежать тяжелые сапоги тут можно по армору нормально так упороться я смотрю скелет проходу мешает голимый возможно надо будет дуэли что-то просто дальше пробежал тут мало опыта довольно и на 5 эти банки сливать конечно сфера там есть какая все от урона и 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 из банку на точно сдал чего работаем жезловика чуть под было чего ну то ничего страшного так мы видим два голова здесь вообще зеленый дракон с консулом но между прочим от бафами защита от огня можно было бы попытаться на него и напасть тут хотя с другой стороны 100 урона и засчитать земли нужно к не какая здесь зеленый дракон с наместником а тут получается белый дракон он все же где-то в центре просто стоит да тут неподалеку магазин просто на подкачат ряд у меня нету ресурсов и герой уже кстати научился сферами пользоваться тоже держим голове зеленодракон нам броню разбивает это какой-то вариант нападения если честно броню разобьют в инициативу по выигрывают консулу по консулу промазать можно и все посыпется но с другой стороны здесь здесь бои не тоже довольно такие душные мы ловим вообще всем отрядом миллион дэмэджа вопрос где нам лучше ловить этот миллион дэмэджа потратить все здоровье на то чтобы пробиться дальше я с таким отрядом без банок без ничего сделать не смогу взять походное снаряжение еще по броне упарываться оппонент быстро довольно походил героя с ракета брони здесь как будто надо на искусители нападать сливать вора опять же защита от воды есть кстати говорят заклинателя один раз мы его куснем да можно сделать так чтобы два раза куснуть опять же это трата эликсира всем бьет 95 под ядом на давай попробую мана не купится из плохих новостей только ты что придется воскрешать банки мне 4 1000 урона в лицо будет яд не повесился на посвященную лучшие новости типа ну вот это реалии этого билда на один бой напал и у тебя уже здоровья не осталось видим замок третьего уровня наместника еще там пердеть довольно долго этот бой как будто проще выглядит хотя надо поднимать вылетели бурь возможно здесь делать что-то такое чтобы гном повпитывал хотя бы удары тролля и мясника банки сливать целебной мази нету 50 секунд на таймере наемник довольно приятно здесь стоит мана смерти под ногой прикрытие сработало между прочим 25 процентов только что играем тут эта девочка реген увеличивает можно палку воткнуть всем откланиваемся здесь повелитель эльфов и тут непонятно какой проход к этому городу я в себе кстати этим жезлом проход заблокировал до теперь надо дентрофонта бить или снимать жезл ну жезл снять норм тоже или жезловиком пробежать по лесу топать а он не пробежит да надо палку снимать или можем опять ликвидировать дентрофонта вором чтобы просто проход открылся одиннадцатый день банки защиты от земли есть между прочим надо как-то забежать вперед уже зловиком засветить что там да как по поводу сфер которые у меня есть но только сфера на урон землей на то есть магия сфер на героя тут на утра нере наверно не так хорошо реализуется все же ломах-тромах взаимный да здесь проход только через пожирателя это отвратительно или вот по такой дуге но все равно его надо убивать будет он стоит проходе чек наемников благородный эльф волк волк есть можно двойника сделать чтобы еще в одну девочку превращаться как взял она но мы пробиваемся через череполома получается снова получаем по лицу тут жрать или еще по центру стоит здесь будет лава лап дорож дать бы банку маленькую на меня только трава да вот болен ты тут урона хватило да банок дойти до замка хватит защита от воздуха есть против повелителя из герой потанкует сюда вообще бьет понял замедление бы ему пофигу может герой выиграет вы нею и зарежет и вот почти 2 не хватило даже надо было в прошлом бою воскрешать а вот сферы вот это прикольная довольно бегу на засвет но я в углу туда разгуляешься особо без сфера она превращает в вестника я могу своего этого собственно наместника вот она превратить в вестника поглощения да или ну какого-то известников там двухклеточные вестники вопрос есть ли в этом смысл учитывая то что наместник сам по себе боевая единица наикрутейшая к сожалению у нас заблокирован магазин самое правильное что мы можем здесь делать это или попытаться его пробить чтобы хватило денег на наместника вот она здесь карманницы и повелитель эльфов это вообще мега душная комбинация надо давать защиту от земли чтобы если что не превратили лучшего товарища нам надо искать всеми правдами неправдами у нас четыре банки защиты от огня вот везде у нас на пути враги которые бьют огнем именно в ключевых местах здесь можно потратить вора потом в городе купить нового под дуэлить повелители эльфов него тоже сопротивление есть нехорошо с нам в целом пофигу фанатика замедление вылетела хорошо получается лава лапа вылечился у нас еще одно лидерство плюс ко всему защита от яда ослабление владельцу и вместо камушка нормальная тема что броня как будто реально просто лут на королевского сража в которой игре pvp у меня вора вешают это что еще такое здесь лучше реализовать сопротивление земле чтобы качестве не здесь подраться правильно с проверим еще повешаться повесится ли бафы можно вообще остановить на развитие на посвященный он под бафа будет работать ой 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 героя превратили надо болеться чтобы паралич не вылетел на баф все еще висит герой обратно на целом неплохая тема если что еще на посвященное развитие остановить сопротивление ворам навсегда мы играем против вражеского поверителя воров лут на продажу ведь сферы урона землей выпадают не воздух тут будем завтра смотреть главный дом поставить кого-то был вылечить замок все в это время заканчивается так-то но мы нападаем на руины скорее всего выбегаем отсюда защиту от огня правда отдавать неохота хранитель ордена который этого повелителя бурь тоже череп проломит ему здесь походу знамя будет выпадать мы можем постоянно воскрешать травницу у нас будет 25 процентов и и вообще что лучше тоже непонятно да это высоко инициативный юнит будет или мы просто берем двойника и каждый раз превращаемся двойник как бы более гибко выглядит здесь то можно превратиться дракона вот вампиресу не знаю можно ли тем временем тринадцатый день давай используем эту реликами еще у героя ц9 плюс 18 брони немеренно пока по поиспользуем на травницу все таки нападаю на руины защита от огня тут дорогие вещи мы забираем руины наверно берем наемника кого-то все таки на жезловике оставляем травницу что ее использую где-то можно через эликсир воскрешения и апнуть будет ох ты юшки матрешки то ж можно и герою дуб атаки давать кираса резонанса все теперь кирасу резонанса брать надо давайте деньги защита от воды шагерой там еще миллиона так бы выдавать это вообще что-то чем-то получится гол русалки не откиснуть батург ну это дефолтное знамя которое здесь выпадает ничего удивительного что косарь и выкладываем тогда если мы его за косарь здесь купили предмет вот это за 100 монет по-моему продается то есть уже держаться за этот предмет смысла немного здесь вор если разведают то нам проход заблоченную до руины птицы рух чекать тут шаманка защита от магии разума есть еще и героя бафать может это вообще что-то чем-то бей еще герой не стесняйся какая-то дичь тут получается интересно ну все теперь на защите от огня тут у героя миллиард атак будет идем сносить га ну все таки если рассматривать ситуацию оппонента с контролем или это такой билд который убивает и алхимика и эру до их хода не так это все радужно выглядит да и тем временем у нас оппонент два раза залился разрешил ему загрузить эти два раза кто-то некрасивому высчитаются надо попробовать все-таки прокачать девочку до т2 уже зловик уже будет таскать травницу до свежую если что на залив конечно в этом билде банок не на напасешься 14 ход довольно поздние тайминги девочка все равно падает мне так нравится что герой еще атака дается это вообще здесь отбайтит надо атаку каменного предка по факту оверлевел у меня на аэре но алхимик еще не апнулся это баха только наместника чтобы в героя отскакивала за счета от воды две штуки кстати 15 день бью гло уже чисто на уроне каком-то переезжать щиток на защиту от атак проклятий конечно неплохо смотрится против нежити легко утопил до любого другого с контролем одну иру спасаешь если что она дает дополнительную атаку тебе вот в обычной всем герой ира еще очищение дает а вот в smns не так я думаю правильнее в этой ситуации было бы напасть на дракона все же сначала а потом спрятаться что у нас только два боя есть так раздаю резисты герой апается нужно было бы напасть сюда апнуться там на дракона но это жадность так сказать защита от воздуха у меня есть тоже против наместника в эту даем а другую прикрываем до сюда тоже урон наверное инициативку можно было банку на 30 до этого обгонять драконов ладно давай так только вот что что я забыл взять травницу мертвого до не откиснуть бы щас сколько тему героя так 6 подряд щас а там еще за медлой погнали 6 еще одна война престолов но здесь типа выпустить джезловика на волю а но и 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 интересно посмотреть не скипается ли атака если там вы и жмешь мало ли там механика какие-то скрытые вообще заранее конечно бы птицы и рух это все светить они вот так вот вылазить я слышал что мы здесь видим город довольно далеко вообще от нас находится только на фулму выбежать туда вперед все отряды довольно разрозненно стоят но только бежать к замку единственный вариант конечно можно знаменосца взять на седьмом уровне только возможно в центральном замке поинтереснее знамя найдется болель и тут тоже огневики тут это уже урона как-то переезжать надо всеми правдами и неправдами на жире вот банки на броню на урон жрать инициативу наверно тоже мы условно то в пвп не реализуем никак девочку сливаем ее стопаю цель что не был бы один юнит у меня с плюс инициатива и который урон бы давал дополнительно что так-то в алхимика превращаешься уже момент скорее всего встречу с оппонентом типа урон будет вот сколько у него щас до 56 и в баф остается висеть что самое главное вот тут билды конечно накаляю до установочку чуть-чуть знамя на урон о еще больше дэмэджа как будто еще один оверлевел нам бы не помешал в идеальной вселенной еще одна банка на броню за бабло рисую застал бить еще золото город я апаю это точно мне надо разведка вперед на большим это золото и что там дальше это куда мне бежать вообще более ну да то генерация конечно у него про то пакнутая генерация или что ли все выходы у него здесь а вот у него один выход один здесь наверно понял все вообще тупик мне двигаться только влево или вниз но вот это и визе вот и три зоны скорее всего здесь должен быть выход из т2 так 17 ход нам надо или здесь докачиваться собственно или на всех парах разведывать оппонент и бежать к нему модовыми видим могилы которые он здесь бил у него повелитель демонов то есть демон бездны птицы и рух можно подсветить где он конкретно эльф тень лады к небес паралич это плохо но если что все равно видать но так вот только пропускаю тут все с пылесосил то есть он в зоне т2 находится в данный момент можно купить у него заклинание здесь в башне мне некого вне в кого разбиваться 700 маны рун 900 маны преисподней маны жизни 700 быстрота это надо наверное мана смерти маны эльфов есть стая пойдет неплохо шаще время норм песни слез 400 осталось так чуть-чуть усилить с еще есть возможность захаваться наверно побегу вниз постепенно через его синего дракона пробьюсь мне бы один уровень на наместнике было бы норм 11 эликсира в жизни можно раскошелиться не кажется что баф ним себя спешащее время вот еще атака отбачивается всяких неприятных стрелков герой по 100 бьет под бафом за один удар рона мьёльнер но я этот предмет точно переодевать не не буду скорее всего раньше чем оппонент захвачу замок его третьего уровня до защита от ослабления отряду дается вот уже сто пятнадцать дэмэджа у приятнее 450 еще вроде хроноса можно взять для сокрушения мы в любом случае скорее всего подачу по лицу получаем что инициатива не инициатива где-то дракону но в есть чем броню сбивать на нас таки хронос на завтра убивать элементарий земли наверное и синего дракона оппонент забросил энтон но его не разбил могу заслать к нему шпиона своего была возможность разбиться тут не воспользовался здесь навскидку вроде бы хватает напасть на дракона нахождение по лесу выбираем этот бой 37 кстати инициатива как будто стоит такую дать у этих все равно 30 смысла мало было в принципе может он под пафом не даст походить кому-то 12 мувов обогнал чуть-чуть не хватило чуть-чуть не хватило полетаем с ноги на автобои миллион нерасчищенных отрядов банка на точность здесь вот не стоит жалеть эликсиры если что там оппонент магии тебя закидывает да мы подставляемся здесь надо за свет давать смотреть птицей рух что дальше где он близко далеко да нет нет тут непаханное поле прохода нету маны вход 175 на ускорение если что не будет мы тут обязаны драться вообще со всем что видим да моего вора повесили сразу же интересный рандомчик я беру неподкупность пускай он закидывает ко мне шпиона типа а кто ничего не получит получаем по щам тут тоже раз но его не видать у меня есть мана на ускор надо посчитать будет после этого нападения сколько там у меня надо добежать к девочку не рисую наверно так справлюсь погнали варнея прекрасно хватает он будет протыкать меня с оглядатой здесь готовы качнуться девочки поэтому надо наверное подсерить слегонца защита от страха навсегда кор юниту естественно надо давать а заклады главное не мискликнуть типа времени хватает лишний раз себе атаку запороть точно лишнее как бы это не звучало вора могу слить могу вора слить отправить того вперед это я могу мог бы на пол хп расхарасить этого дракона как будто где где же ты дружок вообще это локация нисколько не освоена он шпиона а он не зашлет видите тут пробежать то нельзя только через отменные действия если понимает что ему делать в этой ситуации а вот его флаг кстати он возле руин находится сейчас вот он отбежал он продвигается ко мне по идее нас разделяет какая-то одна пробивка или две двадцатый день уже целый у нас какие варианты нам хоть выпал предмет на контроль не знаю хочу ли я снимать предметы на деф нам как как-то нападать на руины еще какой-то предмет наверно купить в магазе усилить героя чтобы он еще сильнее стал я слышу я слышу так давай смотреть ослабление вода свитками этими тоже точно не воспользуюсь нет смысла их заражать тут какой-то еще жесткий наемник мог бы быть артефакты 2 процента урона отряду 10 процентов урона ну такое да нам бы что-то на дпс 5 процентов урона защиты от понижения уровня шила на мыло да ну вот типа меч мощный инициатива вот это пвпшное знамя надо наверно брать на выживаемость предмет щит для королевского стража тоже нормальный я беру меч продаю это думаю и беру что еще можно было люди купите еще по скидке что-то урвать крит для героя тоже вариант плюс обзор 2 как сменку возьму что ли только как сменку сколько плюс 15 нормально урон разгоняется к знамя на иню мне на него хватит я купил его не хватает слабое место этого билда собственно инициатива плюс 15 процентов инициативы базовых неплохо выглядит главное чтобы не порой не протыкать тайнар да м 2 2 а 2 3 4 защита от повреждений наручу черепом это защитный предмет нам скорее герою большую урон сейчас нужен вот он где-то здесь находится разделяют какие-то пробивки он кстати мог шпиона заслать время закончилось видимо и сейчас наверно может птицы и подрезать его наверно население дерется не отступает с на промахах промахах мог бы если что заслать шпиона решил не делать это 42 инициатива 40 то есть тут уже какой-то пвпшный задел если еще выпить банки до 50 разгонится оппонент выдвигается на голову на дракона к передвижению возможно хватает хватит ли ему силы отряда завалить но под бафами наверно хватит мне можно обратно вернуться в центр в таком случае здесь блоки пробивать не очень удобно ускорился и прямо сразу напал такое ощущение что на последних секундах таймера было нападение нам остается только попрокликивать что у него тут точечный урон наверно герой выстрелила демона бездны кто-то по области немножко урона нанес переключился на дракона к идет бодро да ну вот и вообще не ощущает сбой идет довольно быстро не задумывается особо минимум наверно то 4 армия должна быть большое количество эликсиров забрал молодец но герой умер герой умер все походил у меня у героя 39 очков передвижения максимум будет получается 58 да если забав есть не хватает а это напасть сюда подкачали эльфа мог бы даже заслать шпиона к нему я наверное залечу в эти руины оставлюсь на стану стоять здесь то есть нас пугает контроль только у нас есть защита от магии разума можно пить банки на 30 я думаю спокойно который мы не используем в пвп защиты от воздуха нет ускорение еще останется но герой нормально так сносит 9 уровень взял с 15 процентов урона навсегда но это это сюда что ждем врага можно его ты пахнуть чем-то нам какой-то кустарник конечно город и не успеваю вернуться можно еще жезловика разбить можно через жезловика его вообще разведать но все-таки 25 течку в передвижение грифон чеки по старым по проверенным чертежам на так-то грифоны могут не навалять да хоть и лютые у меня перри фарм какой-то может быть но стивы грифоны четвертого уровня он 5 есть сопротивление всем всем стихиям на не дать ему город сесть те банки жрать можно их шесть штук все как бы он убежал да ё-моё финалится то кто будет девятый уровень что брать еще крит герою разогнать про просто потестить это плюс 14 плюс 28 работает на нахождение по лесу как-то двигаться вперед если он сел в замок таймингом там как будто да он спрятался хотя не подожди тут вор тут он да но скорее не успею напасть сел ничего не бахнул понял все бежим на него получается это у на ускорение наверно хватит да хватит что нам от урона сыграть или от инициативы наверно от урона что я выпил банки защиты старостановка неправильно тут если что герой нарезать должен своими шестью атаками открытом снова просто навести посмотреть сколько он бьет даже не смотрел перед нападением защита от оружия висит тоже защита от оружия у меня какой-то артефакт у него возможно на контроль вот вам и грифоны собственно да герой почти снес тут 200 урона тут тоже от 200 примерно защита от воздуха нету 162 но были бы у него грифоны на оверлевеле мог бы раскидать меня здесь на самом деле то есть вот вам билд грифоны которого остаются шансы даже так если бы он еще забавал банки там на урон какие-то заклы то есть сами понимаете чтобы было что ж резюмируем есть слабые места у этого билда как мы могли наблюдать из тестирования это зависимость от маны пусть я постоянно там ледяные щиты прокидывал по ходу движения по карте вот вот по банкам тоже понимаете июне 30 инициативы получаете по щам у меня до какого-то момента здесь вот когда я здесь наверно был да там по по 2 по 3 банки каждого типа были что ли все на этот билд медленный что его минус он не пойдет на 3 сюда хотя попробовать можно было бы но не было банок защиты от земли там что-то пойдет не так и все это рассыпаешься вот и тебе бы здесь тоже точно нечего делать было как по мне то есть дальше ты не можешь им пылесосить ты все ресурсы тратишь на пробитие охраны и дальше там кто был в городе дракон тоже ты его не убиваешь тебе надо обязательно идти в эту зону выкачивать наместника оппонент может перехватить инициативу каким-то более быстрым билдом то есть там 15 день или 16 пробивал и эльф играя через грифона собственно может все гораздо раньше сделать как будто вот ты пропускаешь башни магии что некогда да по золоту не можешь себе позволить только какие-то другие законы нужно можно как-то денек что ли выкроить золото как мы видели тоже не хватало чтобы этим заниматься только здесь уже разбушевался так сказать вот тоже наверное играбельно было во многом благодаря военачальнику может быть стоит еще за лорда мага протестировать там все-таки есть на пятом уровне лечения сотни хп и это позволяет вот нивелировать некоторые проблемы с продвижением по карте и в конце концов даже если у тебя вот сражаешься против юнитов с контролем при проигрыше инициативы тебя ставят паралич и все или какой-то убил два дракона тоже массовый огромный урон который сразу сотрет этих эйр то есть надо какую-то разведку пораньше засылать на которой нет маны разведывать билд оппонента и под него подстраиваться какие-то заклинания учить необходимые для того чтобы его законтрить и так далее то есть тоже все таки довольно хлипкая ситуация может сложиться у тебя два боевых юнита нечем снимать контроль и может случиться беда проверить как будет работать эта сферка превращать своих юнитов ну вот нападем на йорма например что если превратить наместника у нас будет всего лишь 2 уровня боец вот но если что мы получаем какого-то юнита с условным контролем урона плюс-минус столько же но вот меняется замедление наше на превращение и если оппонент например забавился защиты от воздуха то то можно вот его этим удивить а если превратить в одну из эйр например 9 уровня то получится вестник ужаса 4 уровня то есть стрелок но там может еще получится тоже 50 на 50 или паралич или ослабление можно в рулетку сыграть да и будет паралич наверно более на верочку все же превращать этого но тут все таки с эйра еще дополнительная атака можно типа или два паралича или два ослабления повесить как никак ведь не сработало то есть казино в казино даже наверно выгоднее просто посвященную тогда превратить и отыграть именно от этого паралича потом если что и несколько атак этих сделать урон не важен что контроль и ослабление это больше работает наверное сфера когда тебя соответственно какой-то более слабый юнит и ты его просто превращаешь даже первого уровня великан как то так что ж спасибо за внимание интересная игра получилась драйвовая в плане артефактов которые выпадали королевскому стражу очень все располагалось чтобы ты выкачал именно наместника вот она вот ну и кираса резонанса на гномах просто потрясающе работает всем пока до следующих противостояний а 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